что такое сестра резкий курорт отдых лечение развлечения нет на самом деле это вторично а первичная маркетинг и логистика была в железных дорог в россии одна проблема рентабельность например построили самую первую ветку царскосильскую дико дорогое предприятие по тем временам дохода она не приносит и тогда один из главных ее строителей инженер франц фон герстнер предложил устроить в павловске развлекательный центр вокзал где был бы ресторан с оркестром и публика повалила такая же проблема стояла перед акционерами многострадальной приморской санкт-петербургской сестрорецкой железной дороги изначально ветку тянули от белоострова к сестрорецку но несмотря на возведение даже дополнительных пристаней затея прогорела спустя три года после ее закрытия предприниматель пётр александрович авинариус реанимировал ее движение на этот раз осуществлялось от новой деревни стартап не задался и вот тогда помятуя об опыте павловского вокзала и учитывая особенности местности авинариус решается открыть здесь санаторий чтобы повысить пассажиропоток забегая вперед нужно сказать что и это не спасло бизнес-проект петра александровича и дела железной дороги начали поправляться только после того как она попала под надзор государства на санаторий это был основан да еще какой у т.п. всего предприятия у т.п. это уникальное торговое предложение строилась на трех китах первый из них это море и пляж начале 20 века представители мужской и женской половины должны были купаться раздельно если вы посмотрите на старые фотографии то увидите странные телеги которые стоят в воде это так называемые купальные машины помесь повозки и кабинки для переодевания женщина заходила в нее на пляже облачалась купальный костюм который по сравнению с нашим временем был куда более пуританским после чего с помощью лошади кабина затаскивалась в море иногда ее тащили специальные пляжные работники а то и работницы если женщина не умела плавать а чаще всего она не умела то вокруг ее талии обвязывали крепкую веревку конец который прикрепляли к фургону закончив водные процедуры купальщица забиралась обратно в кабину переодевалась поднимала специальный флажок и телегу тащили обратно на берег второй кит на котором базировалась идея курорта это сосновый воздух в купе с морским создавал уникальный оздоровительный эффект действовавший на петербуржцев которые стремились выбраться из душного города как человек проживающий здешних краях и периодически наяривающий десяточку по пляжу и парку могу с полной ответственностью заявить что это так третье у т.п. минеральные источники и местная лечебная грязь здешняя вода предназначена не только для питья в дозах которые вам пропишет доктор но и для купания до сих пор в курорте функционирует уникальный бассейн с минеральной водой я такого даже в пятигорске не видел то есть там есть ванны для купания но вот бассейны там обычные здесь пожалуйста хожу теперь туда как на работу и конечно же авинариус не мог не учесть опыт павловского вокзала и не соорудить здесь местную развлекательную площадку которая называлась курзалом это был настоящий развлекательный комплекс с рестораном комнатами для азартных игр библиотекой но главное концертным залом куда вмещалась свыше полутора тысяч зрителей причем с обратной стороны от пляжа с выходом в парк была устроена летняя сцена веселая жизнь довольно небольшого куска побережья дала повод бытописателям пызину и засосову книгу которых я настоятельно рекомендую вам прочитать утверждает что главным занятием здесь было не лечение а флирт но с другой стороны а почему бы и нет вдоль береговой линии тянулась терраса который сейчас напоминают вот эти гранитные реликты на месте же курзала после того как он сгорел во время блокады были организованы спортивные площадки вокруг санатория разросся дачный поселок в районе канонерки на казенных землях было нарезано 102 участка по 600 800 квадратных сажений одна сажен чуть больше двух метров и они сдавались казной в аренду сроком на 99 лет никто тогда не знал еще что через 99 лет будет другая система частного владения потому что будет другое государство для возникновения этого оазиса деревянного модерна были привлечены многие известные архитекторы такие как постельс гингер косяков сожалению сохранилась мягко говоря не все причем многое из того что осталось сейчас в частной собственности кто-то из владельцев отнесся к своим владениям бережно и воссоздал их кто-то перестроил а кто-то сделал на их месте просто настоящий китч самый настоящий заповедник памятников деревянного зодчества находится в районе нижнего и среднего парков где соседствует заброшенный пионерский лагерь и современный спа-отель чью руководство заботливо сохранила даже статуи владимира ильича в курорте проживало много известных людей но одной из ключевых личностей являлся корней иванович чуковский который гостил здесь неподалеку в репина в его дневнике мы можем прочитать много интересного вот например уже из советского периода сестра резки мне больному приходилось вставать с постели водить его по берегу целые часы но имеется ввиду горького которого он описывает как помешанного вчера был улначарского он живет в курорте в той огромной комнате которая над рестораном всеми тремя окнами выходит на море чуковский предлагал здесь провести зиму даже зощенко но что лично меня добило так это пассажи корней ивановича о его прогулках вот например как он описывает нет некоторые свои выезжие пришел крепину пешком и высеком одолев 12 верст это чуть больше чем 12 километров вот запись от 4 марта 1917 года революция дни сгорают как бумажные не сплю пешком пришел из куакалы в питер куакалы это нынешняя репина да то есть вы можете себе представить петербурге чуковский жил тогда на коломенской улице если измерить расстояние в google maps или яндекс картах то получим 43 километра за ночь вполне можно одолеть поэтому другая его запись вчера пришел к вечеру из ольги на пешком нес в руках ведерко с укунями уже не кажется чем-то сверхъестественным так что берите пример с нашего классика если вы хотите погулять по сестрорецку группой или индивидуальная посетить сестрорецкий рубеж увидеть модель первой подводной лодки россии и погулять по тем местам о которых я только что рассказал то вы можете связаться со мной через социальные сети вконтакте либо instagram либо через форму обратной связи у меня на сайте все ссылки будут указаны в описании под этим роликом